здравствуйте вашему вниманию предоставлен урок математики в шестом классе тема урока статистические данные и характеристики среднеарифметическая мода медиана размах цели обучения знать определение среднего арифметического нескольких чисел размаха медианы и моды ряда числовых данных вычислять статистические числовые характеристики цели урока знать основные статистические характеристики среднеарифметические чисел размах ряда данных моду и медиана данных находить основные статистические характеристики среднеарифметические чисел размах ряда данных моду и медиану данных и так что же такое статистика статистика это раздел математики в котором изучаются вопросы сбора измерения и анализа информации представленной в числовой форме происходит слово статистика от латинского слова статус состояние или положение дел основной основная задача математической со статистики состоит в создании методов сбора и обработки статистических данных для получения научных и практических выводов так с помощью статистики вы можете узнать как обстоят дела с вашей успеваемостью по предметам для этого вам достаточно вести дневник оценок которые вы получаете за весь промежуток обучения и воспользовавшись статистикой узнать какая средняя оценка у вас выходит на данный момент и на основе полученных данных можно сделать определенный вывод вы можете определить следует ли вам улучшить свою подготовку под данным предметом или вы убедитесь что ваш уровень знаний соответствует вашей оценке так перейдем к непосредственно изучению основных определений статистики к основным определением статистики относятся мода медиана размах среднее арифметическое чисел данные четыре определения являются статистическими характеристиками любого числового ряда первое определение которое мы с вами рассмотрим это среднее арифметическое чисел понятие среднего арифметического часто используется в повседневной жизни так мы часто говорим о своем среднем вали либо средней скорости движения либо средней производительности труда каждое из этих перечисленных определений мы находим посредством определения суммы данных чисел и делим на количество общее количество чисел то есть средним арифметическим ряда чисел называется частное отделение суммы этих чисел на число слагаемых рассмотрим следующий пример для данного ряда чисел нам необходимо найти среднее арифметическое как видно из определения мы находим сумму данных чисел и делим на общее количество данных чисел общее количество данных чисел в данном ряде 12 вторая статистическая характеристика которую мы изучим это размах ряда размахом ряда чисел называется разность между наибольшим и наименьшим из этих чисел наибольший расход времени равен 37 минутам а наименьше 18 минутам найдем размах ряда от наибольшего отнимаем наименьшее рассмотрим следующий пример нам задан ряд чисел состоящий из четырех чисел наша задача найти размах данного ряда для этого определим наибольшее число данного ряда наибольшим числом является число 45 наименьшим числом является число 11 воспользуясь определением для нахождения размаха ряда от наибольшего числа отнимем наименьшее число и получим наш размах ряда следующая статистическая характеристика это мода ряда мода ряда чисел называется число которое встречается в данном ряду чаще других ряд чисел может иметь более одной моды а может не иметь ее вовсе рассмотрим следующий ряд чисел как мы видим число 47 встречается у нас три раза и число 52 встречается у нас также три раза исходя из определения исходя из определения у нас данный числовой ряд имеет две моды первая мода 47 и вторая мода 52 данные числа имеют наибольшую частоту повторения в данном числовом ряде рассмотрим следующий пример нам задан числовой ряд при внимательном рассмотрении данного ряда мы с вами видим что в данном ряду числа не имеют повторений то есть каждое число встречается лишь единожды делаем вывод что данный ряд моды не имеет следующее определение статистической характеристики медиана медианой упорядоченного числового ряда называют число располагающиеся по середине ряда в данном определении особое внимание следует уделить следующему словосочетанию упорядоченного ряда чисел если мы вспомним предыдущие примеры то мы увидим то что в данных примерах числа были расположены в произвольном порядке рассмотрим следующий пример нам дан числовой ряд для данного числового ряда нам следует найти медиану как мы видим числа в данном ряду расположены в произвольном порядке исходя из определения нам данный ряд нужно расположить в упорядоченном порядке то есть записать в порядке возрастания перепишем ряд в порядке возрастания и определим число которое будет располагаться по середине ряда то есть от этого числа и справа и слева количество цифр должно быть одинаковым посмотрим на число 6 если мы посмотрим посчитаем количество цифр справа от числа 6 мы увидим что их 4 посчитаем количество цифр слева от числа 6 также увидим что их 4 то есть число 6 у нас является медианой и делит заданный нами ряд на равные части следует отметить что данное определение применимо в случае когда количество элементов упорядоченного ряда является нечетным но возможно в случае когда количество элементов числового ряда может быть четным рассмотрим числовой ряд перепишем данный числовой ряд в порядке возрастания определим медиану для данного числового ряда в середине у нас стоят два числа 5 и 6 если мы за медиану возьмем число 5 тогда слева от числа у нас 3 числа справа 5 чисел 4 числа как мы видим число 5 не разбивает наш числовой ряд на равные части рассмотрим число 6 если мы с мы посмотрим справа от числа то увидим что здесь всего 3 цифры слева всего 4 цифры то есть число 6 у нас также не разбивает наш числовой ряд на равные части для того чтобы определить медиану для данного числового ряда нам нужно найти среднее арифметическое чисел стоящих по середине в данном ряду в данном ряду по середине у нас стоят числа 5 и 6 следовательно нам нужно найти среднее арифметическое для данных двух чисел находим среднее арифметическое для данных двух чисел данное число будет являться медианой для данного ряда какой мы можем сделать вывод из данного примера если количество элементов у порядочного числового ряда четно то медианой ряда называют среднее арифметическое двух чисел располагающихся по середине этого ряда для закрепления изученных знаний я предлагаю ответить вам на следующие вопросы всегда ли можно найти среднее арифметическое может ли среднее арифметическое ряда чисел не совпадать ни с одним из этих чисел и третий вопрос любой ли ряд чисел имеет моду ответ на первый вопрос можно найти для любого конечного ряда чисел среднее арифметическое и любого множества чисел ответ на второй вопрос среднее арифметическое может не совпадать ни с одним из этих чисел и ответ на третий вопрос ряд чисел может не иметь моды следующий вопрос может ли ряд чисел иметь больше одной моды приведите примеры числовой ряд может иметь более одной моды моды пятый вопрос может ли мода ряда чисел не совпадать ни с одним из этих чисел мода мода если она существует обязательно совпадает с двумя или более числами ряда может ли медиана числового ряда не совпадать ни с одним из этих чисел медиана ряда чисел медиана ряда чисел может не совпадать ни с одним из этих чисел мода спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание